Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня клиент впервые и вот таким ногтям нужно сегодня коррекция. По-моему пальчики и ноготки просто молят о коррекции, так тяжело смотрят с покрытия. Здесь конечно же на глаза прямо излишки материала, абсолютно неправильная архитектура. На это все объясняется тем, что работу делал мастер, который только учился. Все когда-то учились, кто-то быстрее схватывает работу, получается лучше. Кому-то нужно больше времени, чтобы освоить и понять что да как. Это все лишь момент времени. Но очень радует то, что мастер реально оценивает свои способности. Предупредил клиента, что учится и скорее всего по итогу работа будет не такая, какой увидела клиентка на фото в инстаграм. И соответственно цена была соответствующая. Конечно же, когда мастер начинает свою карьеру в сфере маникюра, хочется сразу ценник делать наравне со средним ценником в районе. Но это неправильно. Нет, если вы хотите одноразового клиента, то пожалуйста. Но с такой работой вы далеко не уедете. Абсолютно в любой сфере, будто маникюр, стоматология, одежда, да что угодно, ценится качество продукта или услуги. Если у вас на первом месте будет качество, то клиент от вас никуда не уйдет, а еще и приведет с собой всех своих знакомых. Я не даю объявлений абсолютно нигде. Все мои новые клиенты, которые появляются в видео, это клиенты, которых привели мои постояшки. Это очень приятно и очень здорово. Так, я опять разговариваю и заодно уже снимаю старый материал. Многие бы, возможно, назвали эту коррекцию сложной, но я ничего сложного не вижу. Единственное отличие, просто дольше нужно снимать старый материал, так как его здесь больше. Снимаю до тонкой подложки. На мое очень большое удивление, от слоек нет, несмотря на достаточно массивный свободный край. Смотрите уже, какая кардинальная разница. Честно, такое чувство, что ноготки наконец-то выдохнули от всей этой тяжести, которую носили. Пилочкой выравниваю свободный край. Клиентка хочет скругленный квадрат. Ну, как обычно, самая распространенная форма у наших клиентов. Ставлю пилку под углом относительно торца, где-то под 45 градусов и длинными движениями опиливаю. Таким образом, торец получается немного полукругом. Боковые параллели оставляю ровными и параллельными центральной линии ногтя. Прохожу пилкой по поверхности, убираю неровности после фрезы и убираю естественный глянец от рыжей части натурального ногтя. Пушером отодвигаю кутикулу. Врезаю пламя на скорости с 17 тысяч оборотов, на форварде прочищаю с левой стороны. На реверсе прочищаю с другой стороны скорость стажа. Также на реверсе прохожу справа налево щечкой фрезы. Как бы поддеваю кантик кутикулы. От этого вся сухая кожа выворачивается. Скорость не меняла. Только нужно работать очень аккуратно. К ногтю не прикасаюсь. Из-за малого опыта есть возможность ткнуть острием фрезы прямо в ноготь и повредить его. Я сначала это действие тренировалась делать на себе, что и вам рекомендую. Основную массу сухой кожи срезаю твизерами. Фрезер-шар убираю остатки сухой кутикулы, заусенчики и шлифую кожу. Работаю с шаром на режиме форвард. Скорость уже меньше 6-7 тысяч оборотов. Ну вот, подготовленная работа закончена. Ноготки выдохнули. Я, конечно, имею в виду, скинули массу ненужного материала, а не то, что ногтям нужно дышать. Это полный бред. В нашем организме вдыхает только нос, чтобы наполнить легкие. Во все остальные части тела и органы кислород поступает только через кровь. На подготовленные ногти наношу праймер. Праймер бескислотный. Судя по прошлому покрытию, ногти совсем не проблемные и носят отличный материал. Праймер должен полностью высохнуть. Сохнет он на воздухе и для этого достаточно одной минуты. Далее грунтовочный слой базы наношу тонко, втирая в ногтевую пластину сразу на все ногти. У Космопрофи вышли новые оттенки акрилатика. Софт пинг и дарк пинг. Дарк пинг я уже показывала. Кому интересно, ссылка на то видео будет в описании. Сегодня буду использовать софт пинг. Посмотрим на оттенок этого акрилатика. По комочку материала ставлю на каждый ноготок. Апельсиновая палочка, смоченная в обезжиривателе, утаптываю грилатик у кутикулы. Это очень удобно. Скошенная часть как раз утрамбовывает материал с минимальным количеством у кутикулы, оставляя достаточный объем на апексе. Палочка абсолютно не набирает излишки обезжиривателя. А это значит, что он не затечет под кутикулу, под материал, а значит не образуется отслойки. При условии, конечно, что вы подготовили ногтевую пластину качественно. Теперь кистью выглаживаю материал к свободному краю. Кисть также смочена в обезжиривателе, чтобы материал к ней не прилипал. Кисть в 13-40 см и полный отлант. Кисть в 13-40 см. Кисть в 15-40 см. Кисть в 15-40 см. Кисть в 15-80 см. Кисть в 16-40 см. Вот такой оттенок, бледно-розовенький, на загорелых ручках будет огонь. Убираю липкий слой. Теперь моя любимая незаменимая фреза елочка. Поглаживающими, едва касающимися движениями выглаживаю поверхность. Также выглаживаю снизу. За счет узкого носика фреза отлично справляется с этой задачей даже на коротеньких ноготках. Пилочкой поправляю торец. Смотрите, на этих ручках наоборот ногтевое ложе на безымянном пальце короче, чем на указательном. Зачастую наоборот. Когда все опилы закончены, можно зашлифовать кожу полировщиком, чтобы убрать получившиеся при опиле заусинчики. Но когда опиливаю фрезой, заусинцев практически нет. Хочется сказать, что неправильно думать, что чем больше материала, тем лучше будет носиться. Лучше и красивее, когда все в меру. Нужен черный гель-лак. Наношу его на все ногти. Наносить буду в один слой. Под втирку этого достаточно. Поэтому сразу выравниваю кутикулы. Наношу топ без липкого слоя. Сушу топ 30 секунд в лампе. И на топ без липкого слоя наношу втирку. Мягкой кистью стряхиваю излишки втирки. Пилочкой убираю лишнюю втирку с торцов. Перекрываю втирку топом. Тем же топом, что и наносила под втирку. Топ от Космопрофи отлично держит втирки. Но втирку перекрываю двумя слоями топа. Хоть на видео это не показываю, но всегда втирку перекрываю двумя слоями топа. Под топом втирка начинает гореть еще больше. Ну и по традиции вспомним, как было. Массивные ногти с явным переизбытком материала. Плюс ко всему, каким-то удивительным образом расклешившиеся торцы. Как раньше были джинсы-клеш, так сейчас ногти-клеш. И вот такие аккуратненькие ноготульчики получились. Всего-то навсего нужно было спилить лишнее. Ровненькие маленькие огонечки. Ссылку на интернет-магазин Космопрофи оставлю для вас в описании под видео. Обожаю эту торговую марку. Работать с материалами одно удовольствие. Также подписывайтесь на соцсети Космопрофи. Ссылки будут в описании. Там вы можете узнавать о акциях и распродажах. А также получать промокоды на дополнительную скидку. Если вам понравилось преображение, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересного. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на сегодня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok